У нас сегодня второе занятие нашего второго дня. И мы вчера остановились на очень интересном месте Писания, которое говорит о времени. Интересно. Мы сейчас подойдем к этому слову, но прежде чем к нему подойдем, я хотела бы у вас спросить. Вот вы, как служители, как верующие христиане, мне приходилось ли когда-нибудь слышать с трибуны, с кафедры, когда выходит молодая сестра или брат, берет микрофон и говорит, ревностные такие, горячие, в огне, и говорит, что «Я благодарю Господа, который положил мне на сердце бремя евангелизации наркоманов». Ну, другой брат может говорить. «Я благодарю Господа, который положил мне на сердце бремя евангелизации молодежи, там, алкозависимых». Но мы слышим это, мы это говорим. Мы это говорим, потому что написано. Как написано, так и читаем. Кеннет Хэгген говорил на английском языке. Есть разница между русским языком и английским языком. То, что переводчики переводят традиционно, это не говорит о том, что Кеннет Хэгген так говорил. Дело в том, что в нашем русском языке, на котором мы говорим, есть определенные филологические оттенки, которые влияют на судьбы людей. Если не знать эти нюансы, то мы и дальше можем сами себя подвергать опасности. То, что мы говорим, слова неугодные Господу. В чем это выражается? Это выражается в том, что молодые люди иногда не задумываются над тем, какие слова выходят из их уст. Не задумываются. Они не придают истинного значения тем словам, которые используют, не потрутившись даже иногда, заглянуть в толковый словарь Ожегова или взять словарь Даля, чтобы вникнуть в смысл сказанных именей слов. Хорошо, когда пастырь, проповедник или учитель, готовясь к занятиям, может углубиться, открыть словарь и посмотреть значение определенного слова, смысла его. То есть называется на языке лингвистов, филологов семантику слов. Семантика – это смысловое значение этого слова, которое несет, нагрузка, которое несет это слово. Хотя их доля ответственности в сказанном гораздо меньше, поскольку они не читают то, что написано в словарях, а читают то, что написано именно в переводе Библии, который мы читаем на русском языке. Их ответственность меньше. Я читаю то, что написано. Не в простой художественной литературе. Именно, как говорим, в Священном Писании. И Библия, которая для каждого является самой драгоценной книгой, она частично, частично, перевод, несет ответственность за то, что там есть определенные неточности. Почему? Потому что Библия сама по себе, как она может нести ответственность, если над ней потрудились кто? Человеки-переводчики. Делали неумышленность, что-то совершили. Кстати, у вас есть с собой? Да. Ну, идите сюда. К примеру, покажу вам один момент. Я должен сказать, я понимаю, что к изданию определенных Библей имеет место причастность людей, которые набирают шифт, делают работу, связанную с версткой. Lay out work. Понимаете? Верстка тоже большое дело, тоже большой труд. И когда мы читаем некоторые вещи, которые мы читаем в Библии, читаем нормально, не задумываясь, а когда начинаем вникать в смысл слов, то скажут, что же такое получается. Откройте все 18 главы Евангелия от Матфея. Наташа, постой здесь, пожалуйста. От Матфея, 18 главу. Мы знаем, если вы знаете, то я считаю, что мы знаем, вы и я, мы знаем, что все слова в Библии все слова в Библии, помните об этом, написанные курсивом, они не содержатся в оригинале текста либо Ветхого Завета, либо Нового Завета в оригинале. То есть они не отображены на греческом языке, их нет, этих просто слов. И точно так же на еврейском языке, если это Ветхий Завет. Слова, написанные курсивом, но они написаны не с определенной целью, потому что их там нет, им хотел оставить, а для правильной связки слов или техника построения в русском языке определенных выражений требует, чтобы было сказано он или она или оно, чтобы будет непонятно, о ком идет речь или о чем идет речь, требует дополнения определенных. И тогда, когда без этого дополнения просто нельзя обойтись, пишут слова эти курсивом, потому что в противном случае грамматика скажет, будет неправильно написано, неправильно переведено, здесь нужно еще добавить то-то, то-то, а его нет в оригинале. Добавляют, но курсивом. И мы знаем, что если этого слова нет в оригинале, оно написано курсивом. для облегчения нашего понимания Писания уже стоявшейся, сложившаяся норма, утвердившийся, как бы я бы сказал, факт, когда мы читаем слова «Он», то есть это значит Иисус или Бог, Дух Святой написано с большой буквы, когда речь идет о Духе Божьем, Духе Святом, пишутся эти слова с большой буквы для нашего понимания. Потому что во многих местах, когда речь идет о Духе, может речь идти о Духе Человеческом, правильно? И в то же время может речь идти и о Духе Божьем. Там семь духов. А каких духов? Человеческих или Божьих? Ну, естественно, семь духов Божьих. То есть указывается, если за большой, за главной буквы, то речь идет об одной из личностей Бога. Бог Отец или Бог Сын, или Бог Дух Святой. Правильно? Поэтому пишется с большой буквы. И для нас не составляет труда в понимании того, о ком идет речь. Ему или там Он. Понятно, что это Иисус, когда речь идет в Новом Завете, когда конкретно говорит. Иисус там вошел, сел на гору и призвал учеников своих, и к Нему подошли, Нему с большой, Его ученики, Его тоже с большой буквы. И все это нам понятно. Правильно? И вот читаем мы с вами 18 главу 6 стиха Евангелия от Матфея. Я читаю то, что у вас написано. Это, вот видите, Библия такая, красивая обложка. Ее называют Библия Гетца. Но это не перевод Гетца. Сам Гетца писал. Мы не делали новый перевод. Мы только изменили слова а сие, сего, там сему, на поэтому это и прочее. Только эту связку и не изменили, и убрали в конце твердый знак. Ять. Помните? Из-за того, что они убрали один твердый знак, сократилось на 18 страниц Библии. Один знак, одна буква, 18 страниц. Это существенно. И для легче восприятия текста сделали место посему, поэтому. Понимаете? То, что мы употребляем сегодня, это никак не повлияло на смысловое содержание перевода. Поэтому, они говорят, мы не делали перевод. Мы сделали как бы небольшую коррекцию, то есть небольшую редакцию, корректировку в редакции. То есть старые, очень устаревшие слова, такие обороты, заменили на более современные. Причем только этих слов. Все. К другому ничего они не прикасались. Поэтому вот Библия издания Гетца называют так его. Читаем, это синодальный перевод, синодальный перевод, как и вы читаете. Читаем, что написано в 6 стихе. А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в меня, то лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жунов на шею и потопили его в глубине морской. Так у вас написано? Ну да, ну не важно. Я не об этом хочу сейчас спросить. У меня другой к вам вопрос. Ваше в семнальном переводе. Последняя строка, где написано, потопили бы его в глубине морской. Слово его как написано у вас? С маленькой. Наталья, Наталья, читай, что у тебя написано? Его с большой. Кого потопили в глубине морской? Получается, Иисуса потопили бы в глубине морской. Так это что? Если кто-то читает первый раз Евангелие, и он задает вопрос себе, а зачем Иисуса надо было бы потопить в глубине морской? Он начинает, понимаете, очень рассуждать напряженно, и у него будут закипать мозги. Это же священное писание. Здесь не может быть ошибки. Здесь какой-то смысл кроется духовный. Я вам скажу, ребята, сестры и братья, это, к сожалению, прискорбная опечатка техническая. кто-то по недосмотру сделал вот эту я бы сказал бы ошибку, техническую ошибку. Никто с умыслом не писал это слово его с большой буквы. Знаете, что? Это происки, я бы сказал вам бы. Есть компьютерные бесы, так говорят, есть еще какие-то бесы, но это происки врага, когда он где-то хочет что-то сделать так, чтобы потом потерять руки и смеяться и сосны доходить, понимаете? ввести людей в заблуждение, понимаете? Это не было умышленной ошибкой человека, который специально хотел это сделать. Это была какая-то оплощность. Вкралась ошибка. И мы это должны понимать. Но, есть одно но. Для того и существуют ректоры, то есть корректоры, корректоры существуют, редакторы существуют, которые вычитывают десятки раз, сотни раз, чтобы не пропустить какую-то ошибку, запятую. Казнить нельзя, помиловать. Не поставили нигде. Вы понимаете, как можно прочитать по-разному? Чтобы не только не пропустить запятую, чтобы правильно отобразить особенно вот эти слова. Он, его, него, когда нужно действительно с большой буквы писать. И в этом возникают большие сложности, когда нужно писать именно слово дух с большой, а пишут с маленькой. И таких примеров можно провести по синодальному переводу не десятки, сотни, когда речь идет именно о духе божьем, о духе святом, пишут с маленькой. И народ не понимает. Если бы можно было нашим духом много чего совершить в этой жизни, то напрасно умер Христос. Напрасно был послан тогда дух святой. Не надо было и духа святого посылать нам. Мы бы все своим духом могли все сделать и превратиться в образ его. Нет, нет, нет. Если мы знаем хорошо священное писание и понимаем смысловое значение его написанного, то мы должны четко разуметь, где действительно речь идет о духе Божьем, о духе святом, а где речь идет о духе человеческом. Я буду приводить вам пример из Нового Завета. В Украинской Библии на Товариста. Перевод Рафаэла Турканяк. Здесь такие вещи, которые скажут, а как же вы могли вообще издавать такое издание? Ну, был план. Был план и издали. А что в нем, конечно же, если вы видели? на каждой странице, в каждой лдове. Не десятки. Да, пожалуйста, Наташа, спасибо большое. Десятки иногда бывают упущений. Поэтому мы должны помнить, что мы читаем не оригинал, читаем перевод, читаем различные издания, в которых могут быть определенные, я бы сказал бы, погрешности. Погрешности. К сожалению, погрешности. Но именно задача и цель любого библейского общества предоставить народу совершенный перевод и совершенное издание. Как можно которое будет ближе к первоисточнику, качественное издание во всех отношениях. Как и в верстке, так и в переводе, во всех отношениях. Чтобы не было подобных неточностей. Чтобы это кого-то не вело в заблуждение и не вызвало смущение в том, что, мол, а стоит ли вообще верить этому писанию, если допускаются здесь такие ошибки. Понимаете? Недопустимо в священное писание какие-то отхождения от того, что не говорит оригинал. Итак, продолжим. Возникают все-таки вопросы. Почему естественный вопрос, почему все еще в этой книге достойной всяческого уважения, издающейся самым большим тиражом в мире, как в нашей стране, так и за рубежом, встречаются элементарные грамматические ошибки, описки, перевод которой, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Почему? Ведь в зависимости от отношения государства, общества и народа в целом к священному писанию, многие судят о духовности нации, о ее культуре. Разве наш народ первый в постсоветском государстве, бывшем Советском Союзе, признавший в своей конституции, в основном законе страны, существование Бога, помните, в преамболе, что написано, не хочешь жить под Божьими благословениями, видеть его славу и величие, исполнение воли Божией на наш народ, в этой многострадальной нации, которая всегда почитала и уважала Бога. Почему тогда имеющиеся на сегодняшний день переводы священного писания на русском, на украинском языках, до сих пор не отвечают предъявленным к ним требованиям, так как это делается даже за границей? Почему не отвечают требованиям? Допустим, Украина может и не должна нести ответственность перед Богом и своим народом за перевод Библии на украинский язык. А как же быть по отношению тех, которые из-за своих имперских амбиций сказали, Библии? Библия это религиозная литература, мы ей не занимаемся, церковь отделена от государства, государство отделено от церкви, поэтому пускай занимаются библейские общества. И государство отмежевалось от чего? От основного духовного закона, изложенного в Священное Писании. Государство хочет, чтобы было у нас духовное возрождение нации. Как оно возможно без Священного Писания? Который сам о себе сказал, Отче, 17 главе, 17 стих, освети их истиной Твоею. Слово Твое истина есть. Как можно человек осветиться истиной, если он не будет читать Священное Писание, не будет читать эту истину, вникать в эту истину? Как дети могут развиваться нормально, а я считаю нормально, они развиваются только лишь в том случае, если они пребывают в Слове, в послушании родителей, в любви родителей, неразведенных родителей, а когда папа и мама нормально воспитывают ребенка в нормальной семье, с нормальными доходами, с почитанием и уважением Бога, с молитвой, когда за столом молятся при приеме пищи, это только шарик не благодарит, потому что ему то шидали, то он и съел. А человек, принимающий пищу, всегда должен быть благодарен Господу, что он сегодня проснулся, что он живет, что он видит солнце, видит небо, кто может видеть. И получается, государство отделило себя от этой проблемы, а это большая проблема, и существенная. Она хочет, чтобы, дескать, христианская этика была, ничего не для того, не делая для того, чтобы учебник по христианской этике. Печатался, раздавался ученикам. И хороший учебник по христианской этике, потому что много споров, много противоречий, много воюет за этот учебник, что там должно быть, и кто должен читать христианскую этику. Но вузы поныне там, дескать, будем изучать, но внеклассное изучение. А кому нужно такое внеклассное изучение? А вспомните, в бывшем Советском Союзе, кто приезжал к нам учиться из-за границы, они сдавали философию коммунизма в университетах? Сдавали. Они говорили, я мусульманин, мне не зачем сдавать историю философии коммунизма. Я учусь в вашем вузе, но у меня другая религия, поэтому я не буду этот пример сдавать. Нет, 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 все они сдавали, хотели получить диплом, все они учили, издавали, получали определенные оценки, и никто не спрашивал, что надо ли мне читать историю КПСС, или не надо. Все учили, все сдавали экзамены. Вы знаете, а Библию не изучать в школе, не изучать в высшем учебном заведении, в университете, в институте, или в другом. Понимаете, это абсурд, это грех. Это невежество, не понимая о том, что это самая мудрая книга, которая когда-либо была на планете Земля. Ты можешь не принимать веру, ты можешь мусульманин, но если ты учишься в наших вузах, и это является обязательным предметом для обучения, то будь читай, сдавай экзамены, никто тебя не заставляет веровать. Если ты не хочешь принимать веру христианскую или иудаизм, или еще какую-то другую веру. Бесы тоже принудительно не принимают. Они веруют, что Иисус Господь, но трепещут. Поэтому ты можешь тоже изучать, сдавать экзамены и не принимать веру, это твое дело. ответственность с Него будет на все сто процентов. Он тогда не скажет, что я не знал, что Иисус Господь, что я не знал, что спасение только через Иисуса, я не знал, что есть только единственная дверь. Это самый мудрый, был бы правильный подход в Украине. Если хотите или не хотите, вы называете страну христианской, так пожалуйста, изучайте священное Писание, хотя бы, в Новый Завет во всех учебных заведениях. Почему я говорю хотя бы Новый Завет? Потому что с финансовой точки зрения издать Библию таким тиражом 10 миллионов обеспечить это как учебник в школах только, только в школах, только не в высших даже, а в средних учебных заведениях это большой объем. Но наше государство не настолько бедное, что не могло бы сделать и это. это же Библия. Но почему я говорю хотя бы Новый Завет? Дело все в том, что кто бы открыл числа или левиты, они бы сказали, а как это нам нужно, или детям в школе нужно книгу левиты, второзаконие или прочее, или прочее, прочее. Сложно было бы убедить, что и это тоже нужно. Но чтобы не вступать с ними в споры, в противоречия, в дискуссии всевозможные, то лучше было хотя было бы, если бы они проходили элементарные вещи в доме. Что как детей воспитывать? Есть определенное послание апостола Павла, есть определенные Евангелия Иоанна, Матфея, Нагорная проповедь Иисуса Христа, Евангелие от Луки. Есть определенные вещи, которые, ну, просто как воздух необходимы и важнее, чем все другое образование, которое люди получают в вузах. Участь на бизнесмена, участь на филолога. Кстати, греческое слово филио, знаете, что такое? Любовь. Слава Богу за вас. А логос, знаете, что такое? Слово. Слово. Любовь к слову. Филолог. Он любит слово. Прежде всего, это оттуда пошло, когда люди, любящие слово, они назывались, любящие слово Божье. Филологи они были. Философ, мудрость. Да, философ, София, мудрость, любящий мудрость. Филио, любовь к мудрости, любовь к слову Божьему. Можно иметь три высших образования, бизнес-образования, высших и оставаться при этом бандитом, участвовать в рэкете где-то в отношении кого-то и прочее, прочее. Образование вовсе не говорит о твоих моральных внутренних ценностях, которые содержатся внутри каждого человека на разном уровне, но больше, другого меньше. поэтому существуют невежи, которые вообще считают, что вроде бы грамотный образованный человек читает и Библию, так только может сказать невежа. Он не знает, что это самая мудрая книга. Он может иметь высшее образование, диплом университетский, а считает, что как это можно Библию читать? Большая ответственность перед государством лежит на то, чтобы издавалась Библия как особая книга. А когда Библию облагают налогообложению вдвойне, то видна особая любовь государства к такой книге. Мало того, чтобы ее вместо того, чтобы ее вообще освободить налогов, налогообложения, так на нее возлагают это бремя. Бог позволяет, чтобы это произошло, но Бог хочет, чтобы мы задумывались и об этом молились. Почему-то никто из бизнес-христиан, бизнесменов христианских, верующих, не задумывается вообще, что это такое издание интересное, кто там печаталось, где оно печаталось. Никто не задумывается, где печатается Библия, которую мы читаем на русском и украинском языке. А почему? А потому что нет заинтересованности в том, что у нас издавалась самая высококачественная Библия, самое лучшее издание. У нас в Украине даже нет на сегодняшний день станков, которые могли бы напечатать и сверстать, сверстать, я имею в виду, сшить, специальные станки для того, сшивать Библию. На тонкой рисовой библейской бумаге 28 грамм. В основном на 28-го граммовой бумаге печатается Библия. Нет таких станков. Печатается Библия на украинском и русском языках за границей. Украина. 46 миллионов граждан. Столько крутых бизнесменов, будем так говорить. И никто из них никогда не задумывался. Что Бог хочет их обильно благословить, если они будут заниматься именно изданием его книги. Да, мы печатаем. В Китае, Финляндии, где угодно. Только, к сожалению, пока не в Украине. А за это украинское библейское общество, украинское, платит много денег для того, чтобы за границей напечатать. Мало то, что напечатать, увезти и доставить еще. Да, здесь было бы намного дешевле. Почему все-таки государство отделило себя от церкви и не заинтересовано в духовном процветании нации? На словах ратуют, на деле запрещают вхождение Евангелия в учебное заведение. Именно Библия возглавляет список тех книг, на которых наложено это бремя налогов. Номер один Библия. Нужны ли нам такие законы, которые бы освобождали Библию? Конечно, нужны. Кто может тогда помочь действительно русскоязычному населению на юге страны, в Крыму, в Одессе, в других городах? Люди в основном владеют русским языком, да? Мало употребительный украинский язык? Мало говорят, тем более на Востоке. кто может помочь гражданам, которые хотели бы читать на украинском языке и все понимать? Государство может помочь? Нет, оно не заинтересовано в этом. Кто может им помочь, чтобы они без словарей, без переводчиков, без другой сопутствующей литературы могли свободно читать и понимать? Кто? Бог говорит, вы сами должны проявлять инициативу в том, чтобы молиться, и я приведу вас делателей, которые будут вкладывать и деньги, и в оборудование, и в станки, и в перевод, и в напечатание, во всем. Говорит, вы накормите, ученикам он сказал. Он не сказал, да давайте я сделаю сюда. Он не сказал, где этот мальчик, я сейчас пойду туда и приемную рыбку. Он говорит, нет, принесите мне. И когда он помолился и благословил, он говорит, раздайте. И они раздавали. Да, Бог заинтересован. Но и мы должны быть заинтересованы в том, что у нас в Украине были и станки, и лучшие издания, и библии, и денег в неграниченном количестве, и для школ, учебных заведений, всевозможной литературы. Любого формата, любых размеров, любого вида, любого издания в коже, в твердом, в мягком, в любом. Вот это называется тогда полнота. Когда один хочет браться с параллельными, другой без параллельных мест, один маленькую в дорогу с собой взял, в командировку, один большую на занятия, легко очень читать, зрение не напрягается. И еще и правильные переводы. И еще и правильные переводы. В духовном мире уже есть. переводы должны совершенствовать, и мы будем их совершенствовать, будем над ними работать. Потому что я вам скажу вот такой момент. Если я еще не родился, я родился в 1952 году, 22 февраля, 22.02.52. И когда в 92-м году я встретился с одним адвокатом в Америке, когда учился там, он читал нам финансовое право, Николс его имя звали. Мне его визитка до сих пор есть. Во время занятий он спросил, кто здесь адвокат из России. Ну, я поднялся. Он говорит, вы знаете, если будет вас возможность, зайдите ко мне. Я после занятий отпросился к своей начальнице, я в библиотеке работал, в институтской библиотеке. Она меня отпустила, я с ним имел имел беседу, общение где-то часа полтора-два с ним общались. Сначала обо всем. Об Украине, об Америке, о нашей адвокатской работе, обо всем говорили мы с ним. Потом перешли на другую тему. На тему Библии, спасения, верования, пробуждения, церкви, обо всем. И он мне говорит, я-то вообще-то человек консервативный, за всю свою жизнь никогда не был за границей. Только однажды, в конце Второй мировой войны, я был тогда 18-летний юношей, был в армии, и наши войска находились в Англии, и мы должны были форсировать Ла-Манш, высаживаться на эту сторону, в Ла-Манше, Франция, вы помните, укрепленное это побережье. И тогда, когда был открыт Второй фронт, вот тогда было форсирование через Ла-Манш, переброска больших войск с Англии. И мы знали, говорит он, что многие из нас погибнут во время этого штурма, в этой переправе, потому что те знали, что будет атака, и те знали, что они готовятся к чему готовятся. И на самом деле, фактически, потом по заключению экспертов, погибло где-то примерно около двух третей из всех того состава войск, которые форсировали Ла-Манш с высадкой на ту сторону берега. И я был среди них, и естественно, будучи человеком верующим, я не хотел умирать. Я прошел, Господи, Господи, сохрани мою жизнь. Я пошел к пророку, он говорит. И было ко мне слово Господне через пророка, говорит Николас. И мне было сказано все о моей жизни, кем я буду в своей жизни, что я буду делать, чем я буду заниматься, сколько у меня будет детей. Все было сказано мне. И что самое интересное, я помню, как сейчас он говорит, что в конце Божье слово было, говорила так, через пророка, говорит, в твоих зрелых летах ты встретишь адвоката из России. И эта встреча навсегда изменит его судьбу. Говорит, вот, наступил тот момент, когда я мог поехать в любую страну мира. Я не ездил, мне было неинтересно. У меня большой дом, две машины, жена, дети. Но я никуда не ездил. Получаю большую заплату, 250 долларов в час. В час. Я в этом не нуждался материально, чтобы там не мог поехать куда-то. Ну, вот теперь я имею такую возможность, как было и сказано в пророческом слове, что я беседую с адвокатом из России. Говорит, ну, что интересно, невзирая на то, что я адвокат, знаю закон, гражданский, уголовный, любезно, всю свою жизнь, он положил руку на Библии, говорит, я живу по закону Божьему. Всю свою жизнь я живу по закону Божьему. И тут, когда он сказал эти слова, ко мне пришло сразу же откровение. Ва! А ко мне два месяца назад было пророческое слово, что я изменю закон. Я говорил людям, да поймите вы. Я переписал то пророческое слово. Я слишком маленький адвокат, чтобы изменить закон. Законы в Штатах принимает Сенат. У нас на Украине Верховный Совет Украины, парламент наш. Чтобы я изменил закон, это, наверное, не тот адвокат, который изменит закон, которые там люди, по которому живут люди. Но когда он сказал, говорит, всю свою жизнь я живу по закону Божьему, я понял, о каком законе шла речь. Потому что, читая Библию уже, сравнивая ее с оригиналом, на английском, New King James Version особенно, когда мне, говорит, преподаватель один, говорит, откройте 16-ю главу, мы прочитаем послание к римлянам, прочитаем стих 25, 26, 27. Я открываю Библию нашу, синодальный перевод, 16-ю главу, послание к римлянам, как сейчас это помню, как сейчас это делаю. Деяние пролистал, римлян открыл, нашел римляну, говорит, давайте начнем с 25-го стиха и прочитаем это таинство, которое написано в 16-й главе. Ну, я же тогда только изучал Библию, я же не знал многие вещи. Он говорит, в 25-м стихе написано, в 16-й главе, «Могущим уже утвердить вас по Евангелии моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которых от вечных времен было умолчено». 26-й стих. «На которая была явлена ныне и через Писание пророческие по велению вечного Бога была объявлена всем народом к покорению вере, единому премудрому Богу, через Иисуса Христа слава в веки веков. Аминь». Знаете, мне плакать захотелось. Почему? Потому что я не знал, что вот эти три стиха, они в 14-й главе, во всех Библиях они в конце 16-й главе, оно действительно, и в оригинале, а не в конце 16-й главы. У нас почему-то в синодальном переводе поместили их в 14-й главу, там вообще, ну, прилепили, непонятно зачем, туда вот эти три важных стиха. Но когда первый раз мне пришлось столкнуться с такими нюансами, связанными с тем, что вот у них есть это у нас, а в нашем синодальном переводе нету, а я этих еще нюансов многих не знал, и многие другие места описания, когда они читают, о Ким Джеймс-Рожжен, у них была конференция в 1978 году в Калифорнии. Вот тогда они приняли решение сделать новый перевод и сделать уточнение в Ким Джеймс-Рожжене, поэтому они издали New Kim James Version, которому уточнили все оплошности, недостатки, все неточности, откорректировали перевод. Понимаете? New Kim James Version, у них есть перевод в Америке, один из самых хороших переводов, один из, не самый, я сказал, есть у них New American Standard Bible, там другие переводы. У нас же эту корректировку до сих пор не сделали. Издали подстрочный, а, сказали, но сам текст, что была эта Библия, уже соответственно, ребята, вы же увидели, что там есть предлог, а там нет его предлога, но откорректируйте уже перевод, сделайте его уже более-менее нормально. Можно сказать А, а не сказать Б. И вот, когда он сказал мне эти слова, я понял, о каком переводе, о каком законе шла речь. я еще не родился, а Бог знал, что я встречусь с этим адвокатом. Я еще не родился, а в 45-м году он уже ему говорил, по-моему, в 44-м году они форсировали, я не помню, он уже ему говорил, что ты встретишь адвоката из России. Как интересно. Человека еще нет на свете, а Бог уже знает, что он родится, знает его предназначение, он знает, Бог уже, что сегодня я буду сидеть в этой аудитории, говорить, свидетельствовать об этом. Он все знает, что будет в вашей жизни через 10 лет. Понимаете? Все он знает. Пробуждение не произойдет за один год, и все там закончится. Нет. Когда придет великое пробуждение, я буду в течение нескольких лет по всей планете Земля. Так что предстоит большая еще работа. И вот тогда я начал усиленно молиться, Господи, угодно ли Тебе, чтобы я занимался переводом в священное писание. Я помню, что в книге «Откровение» написано, что если кто прибавит или убавит. Книги пророчества сей. Ну да. Даже предлог нельзя прибавить, если его там нет. Или убавить этот предлог, если он там есть в оригинале. Если его там нет, напиши курсивом, чтобы люди знали, что это курсива в оригинале нет. Понимаете? А если тем более он там есть, ты не имеешь права выбросить его. Даже если это соединительный союз «и». Потому что потом откроется смысловое значение, почему там написано «и». три месяца спустя мне был ответ от Господа. Когда мне начальник пригласил, начальник библиотеки, говорит, пойди, помоги там перевести одной нашей сестре книги, библиотеку, она хочет подарить книги. Она арендовала на территории студенческого городка трехкомнатную квартиру. Три комнаты. Она жила одинокая, вдова была, в возрасте была. У нее очень была шикарнейшая библиотека, и когда я пришел к ней в дом, в центре комнаты, комната одна из комнат была, подобно вот этой комнате, на ковре лежала гора книг. Гора. В полном смысле этого слова. Я мне задал вопрос, вы хотите все это подарить? Она говорит, да, а что вас смущает? Говорю, нет, ничего. Говорит, может быть, вам какие-то книги нужны? Вы можете взять. А я спрашиваю, а сколько? Сколько вам надо? Я взял все лучшие переводы Библии, всевозможные версии переводов, каркоденсы, симфонии, все, что необходимо. Понимаете? Две машины увез, легковых. Ну, там эта капля в море по сравнению с тем, что там оставалось. И багажник, и заднее сидение, все это было заполнено. Это все мне надо было для перевода. У меня дома есть Новый Завет, Новый Завет, чуть толще этого, раза в два. И там написано, New Testament, translation, in 26 translations. в 26 переводах Новый Завет сразу. В одной книге сразу 26 переводов. Нормально? Нормально. Потому что для того, кто исследует Священное Писание, ему интересно посмотреть, если хоть один перевод, который бы говорил вот так, как говорит перевод Тейлора. Есть там один перевод, Тейлор, который говорит, знаете, что он говорит? Якова и возлюбил, это 9 глава, 13 стих, послание к римнам. А Исава repudiated, отодвинул, отстранил, отверг. В ней там слово возненавидел. В синодальном написано возненавидел. Но это слово не переводится, как возненавидел. Это слово не переводится, как возненавидел. Я вам объясню, почему. Знаете, почему? Потому что, если мы откроем первое послание Иоанна, первое послание Иоанна, не Евангелие от Иоанна, а первое послание Иоанна, то мы можем прочитать в 3 главе с 14 стиха, два стиха прочитаю вам. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. Ответьте мне на вопрос. Бог, он что, человекоубийца? Нет. Все Писание во многих местах говорит, я Бог многомилостивый, человеколюбивый. Он создал нас по образу своему, по подобию своему. Если ты ненавидишь брата своего, то ты кто? Человекоубийца. Так говорит Писание. Бог, который, как говорит один из книг Абсалмов, очи созидали мои, тебя в утробе матери твоей. Говорит книга Абсалом такое. Мои очи созидали тебя в утробе матери твоей. Помните? Так вот, если Исаав и Иаков были в утробе кого? Ревекки. Созидали его очи или ненавидели Исаава или Иакова. Иакова возлюбила, Исаава там я созидаю, но я его уже ненавижу. Глупости все это. Знаете почему? Потому что Бог имел определенный план в отношении Иакова. Он знал, кем он будет. Он еще не родился, он знал, кем он будет. Он еще не вышел из утроба матери своей, а Ревека уже вопросив Господа, он сказал ей, что младший, старший будет под младшим ходить. Бог, будучи человеколюбивым, многомилостем, Он не мог одного возлюбить, а другого возненавидит. Потому что Писание говорит, я ненавижу грех. Бог ненавидит грех, но Он любит свое творение. Он любит нас, но не любит, когда мы поступаем не поистине, когда мы согрешаем, а тем более уж, когда грешим. поэтому понимание понимание у некоторых, когда они читают вот такие вот стихи, когда написано не совсем точно, возникает, возникает, естественно, противоречие вот здесь. Но ведь там Бог человеколюбив, Он говорит, Бог есть любовь. Почему же Он его возненавидел уже в утробе? Этого Он избрал, а этого возненавидел. К примеру, неженатый брат возраст подходит, хорошо бы жениться, много сестер церкви. На одну посмотрит, хороша, на другую посмотрит, еще лучше, на третью посмотрит, тоже хороша и не знает, как ему определиться. Спрашивает у Господа, Господи, Ты мне благословишь нам с Ириной? Благословлю. Через две недели спрашивает, Ты бы вас слышишь меня с Валентиной? Благословлю. А с Машей? И с Машей я тебя благословлю. Говорит, Господи, я что-то не пойму, Ты совсем с каждым из них мне можешь благословить? Да, потому что я хочу, чтобы Ты выбрал. Твой выбор я Тебе предоставляю. Бог сводничеством не занимается. Человек выбирает и Бог благословляет. И то, что человек выбрал, Бог уже никогда не разлучает. Понимаете? Бог благословляет, но Он не разъединяет потом. То, что, слышите, Бог соединил, то человек да не разъединяет, не разлучает. Мы с вами поговорим как-то, я думаю, может, в четверг на очень важную тему. на тему развода. Что говорит на сей счет Писания. Как многие неправильно понимают местописание, где написано о том, что, мол, а как же фарисеи говорят. И вот 19 глава в Евангелии от Матфея как раз 9 стих и говорит. И некоторые считают, что, мол, кроме греха прелюбодеяния. Если есть грех прелюбодеяния, значит, дескать, многие считают, можно разводиться. Мы посмотрим, посмотрим, как говорит на это сей счет Писания. Можно или нельзя. Какие сны на сей счет Повеления. Поэтому давайте сделаем перерыв и продолжим наши задания.